Наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не ввели нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Встал после сна, преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню сглашаем Тебя сильной. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи. Умой просвети и сердце, и открой стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно повел Судья, и деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня ледевой и грешного, не прекратил жизни Моей среди беззаконий Моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прослать могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему. Уразумевая заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою устарование, чтобы прославлять Тебе благодарным в сердце. И воспевая святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 94 Псалом 95 Псалом 95 Псалом 95 Псалом 96 Псалом Благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие при лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни, трепещи при лицом Его вся земля. Скажите народам – Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные. При лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы поистине своей. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его, правда и суд – основание престола Его. Перед Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молния Его освещает вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселие. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыне Его. Слава Союз, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный устав. И восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от Сына, я посреди ночи приношу Тебе песню спаси, и преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной в добровольно распявшейся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Володыка, человеколючий, встал после сна, и я спешу к Тебе. И по велосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в Царство Твое вечно, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого враговского зла. Ты сам, Владыка Творец Всего Сущего, удастуй меня при свете Твоей истине, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Держителю, Божьи сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и полослы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадание Твоего творит Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом слова, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется слабо воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и неворозимая радость видящих в несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу в несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца и от побоченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Георгий, Дмитрий, Станислав, Екатерина, Елена, Ирина, Сергей, мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дива, радуйся, благодатной, Мария, Господь с Тобой. Благословена Ты между женами, благословен Плодочке Ева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого Духовного Моя Геннадия, батюшку Иоакима, братьев, сестер моих, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи, силой Твои даром, здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, и всех православных христиан подаймся, простим все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми и покой Христе, души рабов Твоих, прасов, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренеборочную. И Матерь нашего Бога, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Хервимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Уложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их, Боже, на путь истинной и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех труда. Не сбавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от сленных страстей и от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спаши на них духа премудрости, разума, благочестия, и просвети в этом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего Своего спасения, потому что Ты источник премудрости и Тебя слава возносит всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. 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 Молитесь всегда. Спаси Господи, примил от самого духовного, родителей, родителей, благодетелей, метрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители и миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и на им дающих священников, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и ночи наценить это мирное время, слава тебе, Господи, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою, для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений, слава тебе, Боже наш, слава тебе, просим тебя, защити наши жилища и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму, и братья Владимира, благослови болящую Людмилу, любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, пречи добрые жители, с детьми любящими и знающими уставы твои, и сохрани школу, спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алипкину, побуди всех на проповедь, Евангелие, Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе, спаси и помилуй надежду, Валентина, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Русика, и даруй веру Твою Святую Христову, Самире, Тимуру, благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея, всех, с кем мы познакомились, кто услышал о Тебе благую весть, возри на угрозу врагов и на все их мерзости и пакости совращения людей, закрой их лживые уста, саделай бесплодным их слова, дабы не вредили они детям Твоим и ослабевшим в вере, и в судный день не помяни их безумия, Ты уже, Господи, делаешь это, о чем просим, и благослови благодетелей наших, Елену, Людмилу, и обрати Евгения, Наталью, Юрия, надежды, и найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, благослови Максима, слава Тебе, Боже наш, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, и Игоря, Хвала Тебя наш, Господь, посети болящих, дай силу перенести страдания, и пошли мы исцеление, и моему глазу, болящих, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Алептину, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Марию, Александру, Неанилу, Неанилу. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш, хвала Тебе, благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, возврати их жилищем, если угодно Тебе. Все наше родство найди, Ядокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Хвала Тебе, наш Иисус. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегов, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Сававов, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне чудный дар неба, веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, когда дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И сохрани наше сокровище в интернете, книги здесь и в пути, трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гаврилову, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава, Вячеслава, Владислава, всех помогающих нам. И от духа лжи избавь-то Романа, не дай ему погибнуть в упрямстве. Благослови Виталия, Никиту и дарь им желание трудиться в поте лица, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, кто помогал нам в путешествии наше. Благослови Николая, Виктора. Ты знаешь, Господи, все трудности, и как все это преодолели с помощью друзей Твоей. Благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, как Ты незримо защищал, спасал от многих и опасных предприятий, от несчастного случая. Прошу Тебя, мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введя навеки в вечное царство, Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, и видеть нуждающихся в нашей помощи, и спешить к ним. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас, Господи, к каждому дару и жилье Сергею Гавриилу, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Ересей, Нох, Моисей, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Исайя, Иеремия, Иеремия, Святом, Любовью, Аллилуйя, Молите Бога о нас, святые ангелы, Архангелы, Хюрвимы, Серафимы, все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, Аллилуйя, Ангеллисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, Да дарует Господь в жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем и жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Устин Философ, Космайя Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Арфимник, Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя антихриста, И даруй веру добрую Вениамину, Анфиму, И устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Примсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иву, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замосте ретьяков Господи разруши, развеи, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомученица, Фатина Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, да дарует Господь послушание, молчание, целомудрость и стыдливость всем женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины, семейства Евгений и Надежды, Людмилы и Анны, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи Божий наш. Прошу Тебя, услыши нашу молитву и соедини ее с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, Изиждитель всего сотворенного, видимого и невидимого, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Мы просим ради голгофских страданий и пролитой крови Господа и Бога нашего, Сына Твоего единородного Иисуса Христа, услыши, прими и исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Сына Твоего единородного Иисуса Христа. Аминь! Доброе утро всем! Сергей Павлович, вопрос к тебе. Слушаю. Когда отче наш считаешь, ты какой вариант брал? Из Матфея 6 глава 9 стих или из Луки 11 глава? Открою, то есть сейчас открой, там где, в самом начале, считаем, отче наш. Я давно хочу спросить, ну, просто у меня есть мнение. Я на нём не настраиваю. Там, наверное, начинается от Матфея, заканчивается от Луки. Это не годится, не годится. Это самодеятельность не пройдёт, потому что у нас учение церкви, и вопреки церковным запрещают 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. Менять местами там, составлять никак. А почему прямо не просчитать? Второй вопрос. Почему в церкви всегда у всех, и католики, и православные, и там протестанты, они этого не делают? Одно взять оттуда, другое отсюда. Как будто и Слово Божие. Но я думаю, почему церковь приняла именно вариант Матфея? Почему? Я не нашёл нигде ответа такого. Тогда стал сам просить и увидел. Одно слово меняет всё. То есть это более доступно тем, кто слышит первый раз и последний раз. Там написано, что ты считаешь ибо, а в оригинале написано как. А почему? Ибо и мы прощаем. А то ли прощаем, то ли нет. А как? То есть это сравнение. Вот я попрошу тебя, верни это слово туда одно, в отче наш. И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Как? Не ибо. Ибо там немножко по-другому всё идёт. Дело в том, что две тысячи лет – это большой опыт. И вся церковь Христова приняла только этот вариант. А тот она не отрицает. Но для моления, для людей именно этот вариант. Я ничего не добавляю. Одно слово заменить. Как? Вместо ибо. Отошёл. Да, я тоже над этим размышлял. Вы говорите, кто добавит или убавит, чтобы не оказаться лжецом. Мы вольно не мыслили, кто Матфей добавил или Балука убавил. Никто не добавил, не убавил. Хотя бы молитва, «Отче наш», казалось бы. И мы говорим, знать, как «Отче наш». И эту молитву по-разному. Почему? Я спрашиваю следующее. Церковь приняла этот вариант. Тут не надо нам самим самодеятельностью заниматься. Вот о чём речь. Ни священники, никто в храмах не произносит то. Почему? То и другое из устов Господа вышло. Потому что это, я думаю, так, не настаиваю, более приемлемо для тех, которые стоят в храме. Как и мы. А вот сравни, как мы. А ибо, ибо – это уже утверждённый факт. То есть это как бы по ступеням. Дважды Господь сказал, первое – это для оглашенных, а второе – для совершенных уже на второй ступени. Я нигде этого не считал, сам молился об этом и могу отстоять эту точку зрения. Значит, поставь одно слово, замени. Как? Вместо ибо. Надо придумать. Чемпиляции какой. Закрывай вверх, ты чёрт. Не договорил ещё. Зачем это позволяешь? Никогда. А какое слово как-то? Искушение. Какое слово как вставить туда? Прости нам, долги наши, как и мы прощаем, а не ибо мы прощаем. Он ушёл. Там написано, как он поставил ибо, а ибо в луке поставлено. И нигде ответа на это нет. И ни один святой отец не разъясняет. Мне приходится самому через это пролазить. Я нашёл, что это на первой ступени домой, а там уже как совершенно. Мы прощаем, ты нам так прости. Понимаешь, только у меня ушло на это 58 лет. Я это разузнал только сегодня. Памятный день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.